Газеты существуют, газеты открываются, газеты привлекают все новых и новых читателей, и мы на нашем примере, а не на каких-то абстрактных цифрах, видим, что люди читают, люди приходят, люди нуждаются именно в печатном продукте, потому что интернет или радионовость не всегда принесешь с собой к чиновнику и просишь перед ним на стол. Дорогое удовольствие. Ой, чиновники, да, те бумажки любят. А газету, как бы ни пытались откреститься и сказать, что газета нам не указ, но все равно, печатное слово, оно имеет силу, и может быть не в том смысле, как раньше это звучало, но силу какой-то помощи, силу оказать поддержку, печатная сила все-таки, печатное слово. А в чем секрет, МКЛАТВИ, в том, что вы именно можете чиновнику подать, вот в чем, в выборке тем, в том, что вы, в принципе, не закрываете двери редакции не перед одним своим читателем, в том, что, в принципе, вы рассматриваете любую тему, другое дело, опубликуете, не публикуете, интересно, неинтересно, это вопрос, наверное, редакционной коллегии, но вы как бы для всех открыты, в чем, в чем ваш секрет? Дело в том, что я начну с середины вопроса отвечать. В последнее время очень интересные звонки стали раздаваться в газеты, во-первых, звонят и спрашивают, здравствуйте, это служба, поможем всем? Ну, мы стали отвечать, да, это служба, поможем всем. Нам стали звонить люди, которые никогда не держали в руках нашу газету и говорят, что даже никогда не будут держать ее в руках, но они просто хотят, требуют, чтобы мы им помогли. И секрет успеха МК Латвии, секрет ее жизни, секрет того, что она популярна еженедельник, в том, что люди, которые у нас работают, наша редакция, это не только журналисты, но еще и просто социально ответственные, очень заботливые люди, потому что в печать идет далеко не половина, и даже, наверное, не 20% того, с чем приходится работать журналистам. Очень часто звонок в редакцию означает, что журналист будет звонить по инстанциям, связываться с юристами, связываться с социальной службой чаще всего, и помогать конкретному человеку, не для публикации. В газеты попадают те истории, которые могут стать поучительными для кого-то еще. Если мы рассматриваем какой-то частный случай, или если мы помогаем одинокому человеку попасть в дом престарелых, или если мы помогаем бомжу сделать документы, то это не означает, что мы сразу кинемся об этом писать. И, к счастью, наши журналисты, они работают не только ради того, чтобы найти какую-то статью, срочно в номер опубликовать, принести сенсацию, нет. У нас собрался коллектив, и много лет он уже не меняется, коллектив людей, которые просто любят свою работу, любят своего читателя, и получают удовольствие от того, что могут кому-то помочь. Это редкость, и я очень ценю весь наш коллектив, это Маргита Спрансман, не так много, я много веры не займу, у нас всего четыре журналиста Маргита Спрансмана, Ольга Контус, Ольга Кринина, Олег Кожин. Четыре человека, фантастика. Четыре человека делают газету. Да, четыре удивительных человека. Еще раз назовите их имена. Олег Кожин, Маргита Спрансмана, Ольга Контус и Ольга Гринина. Конечно, у нас есть телевизионная программа, у нас есть верстальщик один, у нас есть корректор один, у нас есть замечательный секретарь, отдел распространения один человек. Вот такие мы, маленькая, но сильная команда, и действительно, я очень горжусь нашими людьми и тем, что они любят свою работу, любят своего читателя. У нас есть один звонок из одной Валмеры. Василий звонит, если я не ошибаюсь. Доброе утро. А, Василина, господи, простите, я назвал девочку мальчиком. Слышите нас, Василий? Доброе утро. Доброе утро. Алло, Алло, надо уж что-то поговорить. Да, я вас слышу. Ну, так надо же говорить. Василина, читайте МКО-Латвии. Алло, Алло. Читайте МКО-Латвии. Ну? Ну, к сожалению, нет звонка у нас. Мы не можем так много времени тратить на 8300-255, телефон прямого эфира. Главный редактор еженедельника МКО-Латвия Юлия Соколова гостит в прямом эфире Первого Балтийского канала. Смотрите, вот бомж, который приходит к вам, говорит, у него нет документа. Он не приходит к нам. Нам звонят люди и говорят, на остановке замерзает бомж. И наша Маргита Спрансмана, потому что это ее тематика, она садится на автобус или пешком идет на эту остановку и дальше спасает его. Это не пафосно звучит, правда, Андрей, это наши будни. Но бомж же не заплатит Маргите Спрансмана за то, что она помогла ему сделать документы. Правда? У нас одно из немногих изданий, может быть, даже единственное на рынке, где журналисты не получают гонорары. У нас есть ставка, зарплата. Это может быть такая коммерческая тайна, но она, с одной стороны, объяснит немножко читателю, что не за гонорар у нас работают люди. Есть зарплата и не зависит от того, ты помогаешь весь месяц одному бомжу или ты написал 8 статей. Тебя просто платят за твою работу. И если ты вкладываешь в работу гораздо больше, то ты получаешь такую отдачу от людей, которая не сравнится ни с чем другим. И когда звонит человек, плачет, не может сдержать эмоции, говорит, благодаря вам у меня есть пособие, благодаря вам я смог оформить пенсию, и благодаря вам я смог получить помощника или сопровождающего, который мне, допустим, как инвалиду полагается, это очень дорогого стоит. Я думаю, вы по своим зрителям тоже прекрасно это понимаете. Ну я вот, кстати, каюсь, грешен, на остановку я не бегу к замерзающему человеку. Тем более, вот поэтому с восхищением смотрю на тех журналистов, которые это делают. Я тоже. Роман звонит нам из Лепы. Роман, слышите нас? Да. Доброе утро. Вот видите, у Лепы сегодня утром намного лучше, чем у Валмера, получается, дозвониться. Прошу вас. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юлия. Я хотел бы задать такой вопрос по поводу, насколько правда информация о том, что 320 евро ни один, ну скажем, кому человек должен, он не имеет права забрать. До 320 евро? Да, я скажу, человек получает до 320 евро, ну то есть кредиторы не имеют права забрать, ну, не кисантима. А вот прям, спасибо, Роман, не в бровь, а в глаз, наверняка это следующая тема. Здесь, это очень интересная тема. В прошлом номере она у нас была в МКО-Латвии освещена, и, скажем так, с самым главным чиновником, самым главным специалистом по этому вопросу мы разговаривали, и тут выяснились нюансы. Например, что касается пенсионеров, да, они теперь защищены. То есть, если пенсионер получает меньше, чем 320 евро, если он получает вот меньше этой суммы, он не платит налоги, у него есть чистая, понятная, стандартная сумма, которую он получает, и с нее не могут уже взыматься долги. Все эти деньги должны остаться у человека. С работающими людьми ситуация разная. Получается, что чуть ли не бухгалтер, который выплачивает зарплату, и судья, который рассматривает это дело, если он попадает в суд, он становится вершителем судьбы этого человека, потому что до сих пор неясно, и это мы выяснили одновременно с чиновниками, очень интересная ситуация, до сих пор неясно, до уплаты налогов или после уплаты налогов должна остаться эта сумма. И в ближайших номерах мы продолжим тему, и ситуация действительно такая получилась немножечко аховая, потому что мы доверяем источнику информации, который является главным знатоком в стране, и выясняется, что есть нюансы. Даже главные источники информации все знают. Это всегда сложная тема, потому что у нас случается, что либо юрист, либо полиция, либо кто-то из нотариусов, допустим, нам дает информацию, а потом звонит коллега их и говорит, а вы знаете, есть нюансы. И поэтому мы снова и снова возвращаемся к каким-то темам. Сколько людей, столько мнений. Валентина из Риги, звонок в прямой эфир от нашей следующей зрительницы. Валентина, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. У меня вот такой вопрос. Дело в том, что я в прошлом году даже звонила, да, но никак не могла поймать Ольгу, 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 сейчас секундочку. Контус, наверное, контус. Ольга Купман. Или Купман. Ладно, я тоже был мамыкером в прошлом году, но продолжайте. Да. У меня это самое сын инвалид второй группы встал, да, и вот тут было в газете написано, если кредит взят в коммерческом кредитном учреждении, там и все такое, да. Вот. И это самое, ему, например, не дали, ну, вернее, у него был кредит взят, да, когда-то, и ему не снизили процентные ставки. Мне пришлось платить всю сумму. Спасибо вам, Валентин, за вашу историю. 830-255, телефон прямого эфира, всем остальным. Господа Соколова. Пояснить можно сразу? Ну, если хотите. Конечно. Первое, почему нельзя застать журналиста в редакции, потому что журналисты не сидят в редакции, иногда читатели приходят и говорят, подать мне такого-то журналиста, а их нет. Они либо на интервью, либо на задание, либо на репортаж, либо поехали в социальную службу, да. То есть, как правило, в редакции людей на месте нет. И, более того, с прошлого года журналисты публикуют в газете номер личного мобильного телефона, чтобы с ними можно было связаться. Правда, в определенное время, но читатели звонят и в выходное, в вечернее время. Ну, телефон журналистов, мобильный, личный, который всегда под рукой, он публикуется в газете. Фантастика. Я не знаю другую, вторую газету, которая бы публиковала у себя в выходных данных мобильные телефоны, прямые мобильные журналистов, которые... Под каждой статьей, даже не в выходных данных, не нужно далеко искать, под каждой статьей есть телефон журналиста, чтобы с ним можно было оперативно связаться. Смотрите, МК «Латвия» выпускает огромное количество приложений, которые в продаже находятся, допустим, в течение месяца целого. Они посвящены той или иной тематической подборке, и мы уже с вами говорили когда-то, чуть раньше, там, права потребителей и так далее. Зачем вы это делаете? Зачем вы помимо газеты выпускаете еще большое, иногда довольно толстое и с огромным количеством информации приложение? Мы это делали в прошлом году, сейчас мы немножечко поменяли концепцию. Дело в том, что журнал, который мы выпускали, он выходил раз в два месяца, и законы – это нечто такое меняющееся и не совсем стабильное. И если закон в январе еще актуален, то через полгода какие-то нюансы, очень важные нюансы, они могут устареть. А выпустить еще раз оперативно журнал – это физически невозможно. Поэтому мы столкнулись с тем, что люди просто не успевали следить за тем, как меняется информация, и приходили с проблемой из-за того, что пользуются устаревшей информацией. Поэтому немножечко мы изменили формат. Вместо журнала мы все-таки печатаем все внутри газеты. Раз в месяц, каждый последний номер месяца мы выпускаем какой-то оперативный, актуальный перевод закона на русский язык. В прошлом месяце, допустим, у нас все было связано с долгами, кредитами, и в газете легче немножечко реагировать, потому что каждую неделю она выходит, в газете легче реагировать на изменения. И всегда, если происходят какие-то изменения в законодательстве, какие-то важные нюансы, допустим, как недавно для тех, кто взымает кредит, новое правило не больше 10% можно брать сверху, если человек проштрафился и в какую-то организацию коллекторскую передали его дело. То есть мы стараемся на страницах газеты оперативно следить, оперативно реагировать. Это легче, чем раз в два месяца сообщать людям об изменениях. Давайте послушаем звонок от Якова. Яков, доброе утро. Прошу вас очень коротко, потому что нам пора заканчивать. Доброе утро. Доброе утро. Короткий вопрос. Значит, вы говорите, что функционеры защищены по этой 320 евро минимальная зарплата. Я предприниматель, у меня своя фирма, значит, я являюсь директором, у меня есть двое сотрудников, которые в самом задании Девинта. И с 1 января мне прислала бухгалтер бумагу, что наш лист придумал новый закон. Вот что... Алло, алло. Яков, вы пропали. Какой новый закон придумал Витт, так и осталось тайной в прямом эфире Первого Балтийского канала. Было бы очень хорошо, если бы, уважаемый телезритель, созвонился с нашей редакции, конкретно журналисту Маргет Эсфранцмана, который ведет эту тему. И все нюансы, связанные как раз-таки со взыманием долгов с тех, кто получает минималку, либо меньше. Мы сейчас хотим все нюансы, которые возникают в реальной жизни, потому что мы не отрицаем, что реальная жизнь может очень сильно отличаться от того, что написано в правилах. Мы очень хотим следить за темой, чтобы нам читатели сообщали о всех проблемах, потому что иногда кто-то может не знать, даже из тех, кто принимает решение, как нужно действовать на самом деле. Мы хотим вместе разобраться. Дорогой Яков, возьмите любой номер газеты МК «Латвия», любой из последних, любую статью, пера Маргет Эсфранцмана, и внизу будет указан телефон. Звоните туда в указанное время. Какой топ-тем вы можете составить, какие темы наиболее популярны, что ли, среди читателей? Я так понимаю, что это тоже связано, что называется, с потребительскими правами в широком смысле этого слова. Именно так. Оплата коммунальных услуг, возможность как-то улучшить свою жизнь за счет того, что полагается. Социальные пособия, выплаты кредитов, долгов, медицинское обслуживание. Мы стараемся, чтобы в каждом номере была затронута эта тема. Они не всегда светлые. Кто-то обвиняет газету в том, что она пишет о черном. Мы пишем о жизни. В этом номере у нас очень большой и подробный материал о том, какие возможности диагностировать онкологию на ранной стадии. Есть тяжелая тема, сложная тема, но очень подробно все описано. И будет продолжение. Какие сдавать анализы, кому можно идти в генетический центр. Очень подробно, очень дотошно. И действительно, никуда не денешься от черных тем. Если писать только о цветочках, да, это будет всем нравиться, это будет здорово. Но кому это поможет? Цветочком нашего утреннего эфира была главная редактор еженедельника МК «Латвия» Юлия Соколова. Спасибо вам за это. Спасибо, Андрей. Сейчас перерывемся на новости и небольшую рекламу. А во второй части прямого эфира на Первом Балтийском канале встретимся с экономистом Янисом Почесом. Оставайтесь на ПБК. Продолжение следует...